Ядерный удар. Об этой угрозе? Сейчас так много разговоров. Решится ли Россия? Накроет ли какой-то из украинских городов, как Хиросиму и Нагасаки? Будет ли локальная атака ракеты «Кинжал» с ядерной боеголовкой? И что может стать ее целью? Центры принятия решений – Киев, Донбасс. Заявления политиков и прогнозы экспертов, блефует ли Путин или все же решится открыть ядерный чемоданчик, максимально неоднозначны. Я Алексей Мацуко, давайте вместе во всем этом разберемся. Угроз звучащих из Москвы хватает. Месседж о том, что Кремль готов применить все средства, звучат сейчас на разных уровнях. От журналистов, которые подозрительно слаженно стали его транслировать, до, казалось бы, авторитетных экспертов. Я думаю, что американская стратегия нанесения стратегического поражения России основана на убеждении, что Россия не применит ядерное оружие, либо забоится, либо сочтет, что все-таки уничтожение цивилизации – слишком большая цена за сохранение своих позиций. И здесь, на мой взгляд, кроется потенциально фатальный просчет. Здесь есть ощущение, что этот и схожие прогнозы адресованы скорее даже не Украине, а Западу, чтобы сдержать украинскую контратаку, усадить Киев за стол переговоров, но красной линией проводят мысль – риски, огромные риски возросли. А вот для более широкой аудитории, или по крайней мере той ее части, которая следит за ними в соцсетях, свои месседжи приберегают люди, претендующие на то, как говорится, быть ломами, лидерами общественного мнения. И вот здесь есть ощущение, что сверху спустили информацию, чтобы повысить градус. Мы не призываем к ядерной войне. Никто не хочет ядерной войны. Никто не хочет никакой войны. Мы вам объясняем, что вы не оставляете нам выбора. Жахнем и ничего не будет. Останется пара мутантов, все остальное будет уничтожено мощным ядерным ударом. Зачем это говорится? Понятно. Показать серьезность намерений. Но и блефом ведь эти разговоры тоже считать нельзя. Военным аналитикам приходится теперь просчитывать уровень угрозы. И, возможно, развитие событий делают это максимально непублично. В частности, для совбеза США там говорят, что должны предоставить Байдену различные варианты действий. Журнал «Атлантик», журналист которого поговорил с ведущими американскими экспертами по нацбезопасности и бывшими чиновниками, изложил четыре возможные цели. По их мнению, локальные ядерные удары России могут быть нанесены над Черным морем, чтобы продемонстрировать силу, но намеренно обойтись без жертв. Сценарий номер два – атака на бункер, в котором находится украинское политическое руководство. Другая возможная цель – один военный объект, удар по которому стал бы показательным. Или даже разрушение целого города, что, конечно же, приведет к массовым жертвам. Если здесь что-то кроме угроз, всерьез ли рассматривают такой вариант в Кремле? Может быть, информацию о возможных целях специально слили, чтобы напугать Запад? Похоже, вариант ограничен. Атаки действительно рассматривается. Ведь инсайды, которые запускаются исключительно для дезинформации, обычно держат в секрете. А здесь российские политики этот же план излагают открыто. Если территории РФ будет представлена реальная угроза, то мы полноправно ядерное оружие использовать. Ядерную войну это не спровоцирует. Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на калибрах, искандерах, бомбы на самолетах. Вот эксперты и стали разбираться, насколько это технически возможно. Вариант номер один. Применить могут тактическое ядерное оружие. Атаковать с помощью ракет, которыми россияне обстреливают украинские города. Те же калибры, кинжалы действительно могут нести ядерный боезаряд. Таким образом, если попытаются атаковать украинскую столицу, это, по сути, может зацепить весь центр города Киева. Хотя наиболее вероятно, как заявил в интервью New York Times секретарь СНБО Данилов, что такой вид оружия Россия может использовать не против мирных городов, а на фронте. Если наступление с использованием обычных вооружений у Москвы не удается, возможно применение тактического ядерного оружия против украинских военных. Например, удар по наступающим войскам. Более страшный сценарий использования стратегического ядерного оружия. Оно запускается на дальние расстояния, может разрушать целые города. Тополь, Ярс, например. Сила боезаряда там 500-800 килотонн. Это, представьте, 25-40 раз больше, чем было сброшено в 45-м на Хиросиму и на Гасаки. И вот здесь военные эксперты удивляются, почему Москва пошла на резкое обострение, на максимальное повышение ставок, вместо того, чтобы обойтись малой кровью, сдав назад. Пришлось бы, разумеется, признать провал специальной военной операции. Но у Путина была, как и остается сегодня, вполне реальная возможность обвинить в поражении в Украине военное командование. Отдать под суд обанкротившихся генералов, сохранить таким образом власть, облегчить санкционное давление и добиться передышки. В Кремле, однако, выбрали другую альтернативу. Мобилизация угрозы применить ядерное оружие в Белом доме. На прямой вопрос журналистам, насколько выросла сейчас угроза, сказали, что пока не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара. И здесь важно понять, а какие же это признаки, что именно отслеживают. Оказалось, что процедура применения ядерного оружия длинная и сложная. Эксперты по российской ядерной политике уверяют, что нужно три одобрения. Президент должен дать команду на разблокировку ядерного оружия, а затем Минобороны и начальник Генштаба. Далее специальная служба Генштаба передает приказ командованию, а те конкретному офицеру. Это если речь идет о стратегическом ядерном оружии. Если о запуске ракет с ядерной боеголовкой, то там сложнее. Тактического боезаряда нет в войсках. Его надо забрать со склада централизованного хранения, транспортировать, подготовить носители, загрузить, провести инструктаж военных. Это длинная цепочка. И на каждом этапе могут быть сомнения, действительно ли мы этого хотим. И это уже несколько успокаивает. Ведь означает, что такой удар не может быть нанесен мгновенно в ответ, допустим, на успешное продвижение украинских войск на каком-либо участке фронта. И что те же штаты отследят приказ еще на этапе его подготовки. А вот дальше может случиться все, что угодно. И российские военные могут в последний момент испугаться последствий и трибунала, и не выполнить приказ. И Вашингтон может при такой угрозе впервые отказаться от принципа невмешательства и пригрозить ударом в ответ. Допустим, не по российской территории, что было бы прямым объявлением войны, а по российским подразделениям или технике, дислоцированным на оккупированных территориях. В любом случае, все происходящее далеко не блеф, считает украинский президент. Он хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать оказывать на него давление и не разрешать ему продолжать. Ну а что, если не блеф? Как отреагирует мир на такую угрозу? У Вашингтона на этот случай есть четкий план действий. Он строго секретный, но понятно одно. Действовать будут по аналогии с ситуацией, которая возникла во время штурма российскими войсками Азов-Стали. Разведданные тогда свидетельствовали о вероятности применения на заводе химического оружия. И вот в Штатах, во-первых, открыто об этом говорили и в итоге считают, что такой публичности сорвали весь план Москвы. А во-вторых, подготовили и заранее согласовались с союзниками пошаговый план, что делать, если химоружие Москва таки применит. Чтобы не постфактум разбираться, а точно знать, что в ту же минуту предпримут военные, а что будут делать дипломаты. Вот так и здесь план выработали и даже невиданное дело сообщили о принятом решении в Москву неофициальными каналами через советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Если Россия перейдет эту черту, то последствия для нее будут катастрофическими. США ответят решительным образом. А вот что это будет? Возможно-таки действительно прозвучала угроза удара по Черноморскому флоту или военным базам в Крыму. Такое предположение сделал генерал Бен Ходжес, бывший командующий с силами США в Европе. В Вашингтоне также звучит мнение, что если Штаты таки вмешаются, это станет концом и лично для Путина. Он хорошо знает, что в случае применения ядерного оружия есть риск, что у него закончится абсолютно все, включая его собственную жизнь. Путин хочет продолжения, однако долго продержаться ему не удастся. Но ведь это прямой путь к Третьей мировой, скажут многие. Каковы шансы, что она случится? И что отделяет мир от большой войны? Обязательно поговорим в одном из новых видео. Обязательно подпишитесь на нас в Телеграме, для этого достаточно отсканировать телефоном вот этот бар-код. Спасибо, что смотрите. До встречи.